Приветствую вас, дорогие мои. С вами я, епископ Альберт Радкин. Наш канал «Взгляд с небесный» прямо из Иерусалима сегодня. У стены плача неделю не комментировал. Вы, наверное, видели уже сообщение о том, что наше российское правительство запретило деятельность еврейской организации «Сахнут». Организация, которая занимается помощью и организацией Алии или возвращения евреев в Израиль. И вдруг у нас вот сейчас такое время. Я хочу, чтобы все поразмышляли, в какое время непростой мы живем. Это признаки последнего времени. Мы видим, что все увеличивается, все меняется в этом мире. И очень скоро, очень скоро грядет Господь, все указывает на это. Мы не думали, что Россия тоже будет закрываться потихоньку. Но то, что мы наблюдаем, мы наблюдаем. Первая сообщила об этом газета «Джерусалим Хост». Они написали, наше новостное агентство некоторые, написали, связывают это с экономической, с политической деятельностью. Но прежде всего, с тем, что очень много сейчас уезжает. Вот из тысяч я сейчас разговаривал тех, кто сейчас совершает Алью или уезжает в Израиль. Больше процентов едет, где-то 60-70 процентов, это из России. И таким образом пытаются перекрыть выезд русских евреев или российских евреев из России. Как говорят, это утечка мозгов, умных людей, которые заняты в разных сферах бизнеса. Наверное, с чем-то еще это связано, с теми военными событиями, которые идут, и с активностью наших, так сказать, очень богатых людей, евреев. Не буду фамилии называть, вы их все знаете, Абрамо и все другие, которые сейчас пытаются найти себя в этом мире, в изменившемся, в эпоху санкций и всего остального. Но мы, как люди духовные, смотрим и наблюдаем на духовные процессы, которые происходят. Как мы знаем, Израиль – это стрелка на Божьих часах, и время тикает неумолимо, и оно приближается к своему завершению. И чем больше ты вникаешь в Слово, в Писание, размышляешь над ними, тем больше ты понимаешь, что происходит. А происходят вот такие вещи, которые происходят, о которых предупреждал наш Спаситель. И будут и болезни, и войны, и моры, и глады, и голод, и смерть потом придет. Поэтому в такие времена мы с вами живем. И это не случайно, что сейчас вот идет такая, поднимается, скажем так, волна антисемитизма у нас в стране. Первое – это запреты. Потом, что дальше ждет, мы не знаем. Но наверняка это только самое начало. Только самое начало. И только ленивый, и только человек, который отурманен государственной пропагандой, телевидением, он этого не видит, не понимает, не размышляет, везде поддакивает, везде, знаете, как... Послышал такое сравнение, что мы живем сейчас во времена Церкви Трех Обезьян. Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу. Да, скорее всего, именно это время. Никто не хочет думать, никто не хочет видеть, смотреть, слышать. Друзья, откройте свои глаза, откройте свои уши. Размышляйте, размышляйте над Писанием, над временем. Замечайте вот эти маленькие знаки, которые Господь дает нам. Прошу вас, будьте мудрыми. Будьте детьми своему Отца. Я сейчас у нас какие-то приготовления. Помолился, благословил всех зрителей нашего канала. Мы недавно перешагнули отметку 15 тысяч подписчиков. Спасибо всем большое. Еще раз хочу сказать, подписывайтесь на наш канал, раскидывайте наши видео, слушайте. Мы сейчас больше стали разных тем добавлять на канал, разных экспертов. Знакомимся, расширяем поле нашей деятельности. Нам нужны, конечно, помощники. Нужна, конечно, ваша поддержка и молитвенно, и финансово. Благослови всех Господь. Спасибо. 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 Спасибо.